Всем привет дорогие друзья! Всем привет! Вы на канале Мы в Испании. Сегодня мы пришли показать вам интересные вещи для путешествий, для любителей путешествий, для любителей активного отдыха. Наверное это будет очень интересно. Ну Испания такая страна, что постоянно происходят какие-то события, какие-то мероприятия. Ну а сейчас мы находимся на выставке, посвященной именно караванам, кемпингам, кемперам и так далее. Мы немножко погуляемся по этой выставке. Сейчас покажу вот так вот обзорно. И мы немножко наверное посмотрим с тобой какие-то автодома, может быть прицепы. Дорогие друзья, ну вот насколько я знаю, и не специалист, да, есть автодома, есть соответственно прицепы. Каждый выбирает себе лучше на свое усмотрение. Есть особенности. Для того, чтобы управлять прицепом, нужно наверное идти учиться, соответствующее водительское удостоверение получать. Но в принципе, и автодом тоже, но в принципе есть различные варианты. Мы сейчас это вот все отметем и будем просто смотреть наверное для себя. Есть вот такие прицепы. Просто вот выставка начинается. И мы ну с первых, с первых же, да, вариантов начинаем смотреть. Я предлагаю зайти, пока никого нет, потому что еще достаточно мало народу. И хотя бы что-то посмотреть. В принципе, наверное ничего нового, Алексей, да, но вот есть вариант такой, наверное с двумя детьми можно отдыхать. Может быть даже кто-то не очень большого роста сюда влезет. Есть такие шкафчики, но тут написано, что не все можно открывать. Самое главное мне нравится здесь вот для женщины, как для женщины, да, кухня, есть варочная поверхность одна такая, раковина. Здесь вот по-моему даже посудомойка. Какие-то еще шкафчики. Шкафчики можно... Нет, холодильник. Это холодильник, да? Здесь, вероятно, раскладываются, но тоже двухметровый мужчина сюда не влезет. Ну если можно поджать ноги, то конечно... Но зато высокий. Окошко есть. Высокий. Немаловажно. Да, разные шкафчики. Ну в общем, это такой простецкий вариант. Пойдем дальше, наверное. Посмотрим разные варианты. А мне интересно, что... Стоит 16990. На выставке Атак 18. Атак 18. Да, и что интересно, что появились всякие вот смарт-девайсы, которые могут климатическую установку дистанционно включать, проверять, как там ваш прицеп поживает. Кстати, вот их сайт. Кстати, мы пришли сегодня первый день выставки. С утра народу поменьше. Можно спокойно походить, и мы можем спокойно вам показывать, наверное. Ну и еще раз хотела сказать, что не знаю, как в других странах Европы, но в Испании, если вы ходите на выставки, вы получаете хорошие скидки, оферты. Поэтому можно цену узнавать на выставке и получать какую-то скидку. Либо что-то, может, там вам регалу какой-то подарок сделают. Алексей, прошу тебя, зайди и посмотри, что у нас там есть такого интересного. Ну это побольше, да, наверное. Ну да, это уже такой посолиднее. Слушай, а вес его... Здесь уже, видимо, нужна категория на управление с прицепом, потому что больше, чем 750 килограмм. Столики, раковина. Мне нравится, что тут, видишь, все стеклышком закрывается. Газовая плита. Ну там, соответственно. Шкафчики. Все так... А, кстати, тут еще и кондиционер мягенько закрывается. Вау, вот там большая какая кровать. А здесь две кроватки для детей. Он, конечно, более комфортный, чем мы смотрели до этого. Слушайте, душевая кабина. Да, санузел отличный, тоже с отдельным окошком, вентиляцией. Ну и на крыше можно разместить солнечные панели для автономии, как говорят в Испании. Видишь, даже можно закрыться. Уложить детей спать, например. Ну и не обязательно детей, взрослых людей тоже. И закрыться за навесочкой. Там тоже самое. Прикольно. Ну если ценовая категория, вот мы видели за 16, за 24. Ну пока вот такая ценовая категория прицепов. Они, конечно, подорожали за какие-то вот эти годы. То, что мы ходили раньше, смотрели 5 лет назад. Естественно, тенденция роста цен есть. Хотя на выставках дают оферты. То есть скидки, какие-то предложения. Но, ну по мне, мы вот видели недавно с Алексеем, когда мы ехали в Сьерра-Неваду. И показывали вам этот ролик. А мы на глазах видели, что вот в такие, знаете, в сильный ветер. Вот такой вот прицеп немножко зашатало. И человек был вынужден остановиться. Потому что, ну, как бы так это с управлением, наверное, трудно было справиться. То есть по мне лично вот сам автодом гораздо более надежный, кажется, чем все-таки прицепы. Я вот не склонна. Я никого не пропагандирую, не отговариваю. Но я для себя. Я не склонна все-таки была бы путешествовать с таким прицепом. Ну, мне кажется, да, удобно. Можно отцепить, поставить где-то в кемпинге и ездить на машине по городам. Это большой плюс. Но все-таки, мне кажется, более надежно. И я видела людей, которые путешествуют именно в автодомах. И там просто, ну, кайфушка путешествий. Это мое личное мнение. Я, в принципе, никому ничего не навязываю. Но все равно мы смотрим вот эти вот тоже такие варианты. И думаю, что для тех, кто любит вот прицепы, здесь можно найти, да, много интересного Алексея. Да, конечно. Мы сейчас посмотрим еще несколько моделей. Я хотела показать, что у каждого зато есть окошечко. Каждый в своем спальном месте может открыть, подышать свежим воздухом, послушать пение соловья. Это для чего ручка? Чтобы наверх залезть. Толкать в горнер. В общем, для чего-то вот здесь ручки напишите, если вы знаете, для чего вообще они оснащены вот этими ручками сзади. Никогда не видела. Куда-то подкатывать его. Может быть, открывается чего-то. Что-то открывать. Ну, напишите, кто знает, да, в общем. Вот это вот явно багажник, вот, видишь, закрывается. Это багажник, да. Да, скорее всего, там есть какое-то помещение. Конечно, они, видимо, ну, как бы дорабатываются, модернизируются, становятся более какие-то современные. Современные. Вот тут написано даже спорт. Я вот смотрю, многие модели добавляются какие-то приложения, устройства, которые показывают климат и так далее. Этот у нас стоит 28 590. Вообще 29 480 тотальная цена. Можно в месяц покупать в рассрочку, тогда в месяц будет 269 евро. Ну и вес 1200, это, конечно, максимально 1400, это для тех, у кого есть категория на вождение с прицепом. Ну, какой-то милый подарочек вы получите здесь, может быть, что-то для автодома. Вот. Здесь, я так понимаю, расчет цен, да, по годам. Кредит, если вы покупаете, да. Кредит, если вы покупаете. Ну, такая информация достаточно такая полная, то есть варианты есть. Вариантов много. Некоторые спрашивают, для чего вы ходите на выставки и что вам это дает. Посещая выставки можно, ну, не только посмотреть караваны, дома, автодома, но также, допустим, купить какое-то оборудование дополнительное для своих поездок в кемпинг. Допустим, на выставки можно обратиться в компанию, которая производит холодильники. Только здесь вы на выставке увидите всю линейку, весь спектр всего оборудования, там, 12-вольтового, 24-вольтового. Холодильники, которые работают на сжиженном газе, которые работают от 12 вольт. И, соответственно, посещая такие выставки, собираешь информацию и уже знаешь, ты не бросаешься, что-то увидел первый раз и купил, а уже осознанно делаешь приобретение, покупку и то оборудование, которое нужно будет. И, посетив выставку, вы уже можете посмотреть на ютюбе, как люди уже пользуются этим оборудованием и решить для себя, нужно вам или именно это нужно вам, или что-то другое. Кстати, вот как раз мы подошли, очень просто, допустим, организовать себе подачу воды. То есть, помпа заходит в бак и отсюда, соответственно, подается газ и вот такой вот обогреватель. Холодная, горячая вода, все компактное, все предназначенное для кемпинга. Кстати, не обязательно использовать в кемпинге, даже можно взять с собой в обычную машину, тут есть еще мобильные души. То есть, взял 20-литровую или 30-литровую канистру воды, поставил такой аппарат, 12 вольт, и у тебя горячая вода. А вон есть энергетическая система, видишь? Да, пожалуйста, все, тоже с солнечной системой, с фирмы Дометик, контроллеры, МППТ, панель. Все, бери, собирай, все управляется с мобильного телефона, очень здорово. Кстати, кресла очень удобные. Ну, нами уже опробовано, потому что мы уже в прошлую выставку сидели на подобных креслах, я даже сейчас плюхаться туда не хочу. Ну, и самое интересное, это, конечно, вот эти вот холодильники. Как нам совсем недавно наш знакомый специалист именно по холодильному оборудованию объяснил, чем вот такие вот модели вертикальной загрузкой полезнее. Потому что холод опускается вниз, и когда вы вынимаете какие-то продукты или там сверху то, что достаете, у вас весь холод не выходит, он находится внизу. А когда горизонтальная загрузка, то есть если холодильник стоит вертикально, вы открываете дверь, и у вас сразу теплый воздух заходит, как в избе вы смотрели, да, фильмы старые показывают. Вот зимой человек заходит в избу, и заходит такой поток пара, то есть, соответственно, вот в такой вертикальной загрузке холод находится внизу. Открывая крышку, вы берете свои продукты, а холод остается. Очень выгодно. Видимо, продаются всякие аксессуары для автокараванов, коврики, жидкости, кстати, тоже очень полезно. Может быть, пойдем посмотрим сами автокараваны? Какие-то марокканские автокараваны. Тоже интересные коврики, можно подобрать в таком марокканском стиле. Вот смотрите, какая интересная вещь, какое интересное предложение. Со скидкой, это конечная цена, я не понимаю, 6 399, а, да, плюс лива. Маленький такой прицепчик, ремолки. Мне нравится, особенно для байкеров, да, выехал куда-то в поле. Да, можно загнать свой мотоцикл. Можно переночевать. Цикломотор, то есть, мопед. Можно переночевать, что там еще есть, наверное, плиточка какая-то и так далее. То есть, наверное, для этих целей, да, для такого путешествия, молодежного путешествия. И очень удобный заезд, тут точно не навернешься. Потому что, кто пытался съезжать с прицепа на мотоцикле, особенно двухколесном, это, конечно, так достаточно проблематично. У нас был спайдер трехколесный, и мы, когда съезжали, цепляли все время клювом в нос. Ну, вообще, они предлагают, ну, как к автодому, прицепить вот такой прицеп, и он будет дополнительно здесь везти мотоцикл или цикломотор. Здесь также есть спальное место, то есть, дополнительное место еще для сна, для кого-то. Чем-то оснащено, он тут все расписано, и скидка, вот, пожалуйста. Ну, плюс ИВА, это плюс налог, то есть, это не 6 или 199, ну, плюс еще налог. Ну, вот, как-то так тоже интересный вариант. Ну, я, кстати, вот такую не видела раньше. Ну, и, конечно, очень много инженерного различного оборудования и электричества, потому что все знают, что проблема в автокараване, когда отсутствует электричество. Здесь очень много сейчас представлено вот таких солнечных панелей, они гибкие. Черного цвета, это в основном для климатических зон, в которых морозы и холодно, чтобы и не быстро разогревался, солнце выходит, черный свет разогревается. Ну, и вот куча инверторов, которые предназначены именно для караванов, которые хорошо крепятся, не болтаются, у вас не будет летать по салону. Компания разрабатывает все больше и больше. Ну, и фишка в том, что сейчас пошли вот литий-ионные аккумуляторы, там дальше, скорее всего, будут идти ферму фосфатные и так далее. Ну, и, конечно же, как же без интернета, без стабильного интернета в поездке. Вот тоже компании предлагают 5G-интернет с хорошей антенной, с хорошим покрытием. А я хочу сказать, что тема выбора автокараванов, она интересна, наверное, не только мужчинам, но и нам, женщинам тоже. То есть не только мальчики любят машину, девочки тоже любят машину. Это я уже говорила, выбирая и ходя здесь просто на выставку обычных легковых автомобилей. Тема выбора автодомов нам тоже нравится, потому что женщины тоже любят путешествовать. Вот я про себя говорю и про многих знакомых, которые путешествуют с удовольствием. Испания к этому располагает. Здесь есть как теплые места, так и места, где снега, то есть в горы. Соответственно, автодом должен быть экипирован, соответствующим образом иметь подогрев, цепи, лопаты. В общем, все 33 удовольствия. Кстати, вот я сейчас хотела посмотреть, есть ли тут автодом, который приспособлен для путешествий по снежному региону, по холодному, потому что это тоже прикольно. Поэтому девочки, девушки, женщины тоже ходите на эти выставки, смотрите. Нам здесь тоже масса, масса интересного. Поскольку мы путешествуем, нам нужна эргономика внутри, уют, комфорт, чтобы было все классно. И я думаю, что здесь каждый найдет свои варианты. Татьяна взяла вопрос, обогреваются они или нет. И все ли автодома обогреваются. Конечно, в основном все делают с подогревом, потому что путешественники путешествуют в разных регионах. Естественно, есть северные, это те автодома, которые делаются именно в таких северных регионах, в Швеции и так далее. У них, конечно, более утеплено, утеплен бак, но во всех баках есть и подогрев для серой воды, для чистой воды и, соответственно, обогрев, конечно же, помещение. Ну, кто будет спать зимой где-нибудь в Финляндии и мерзнуть? Конечно, нет. Конечно, все обогревается, разные системы, электрическая. Подключаются обогреватели снаружи, если вы в кемпинге стоите. И, конечно же, обогрев газом. Обычно в каждом автодоме есть там один или два места для баллона, которые идут и на работу холодильной установки, и на подогрев самого каравана. А вот здесь, Алексей, при входе регулируется обогрев, то есть можно греять, включать. Конечно, контрольная панель, на которой все показано, что происходит с автодомом. Смотри, грубо говоря, давай для меня, для простого человека, для женщины, может, какие-то женщины, конечно, знают это, я не знаю. Но вот если мы, допустим, приобретаем такой автодом, и мы можем поехать именно в Снегана, Север, да? Вот этот дом вообще идеальный. Север, Неваду. Конечно, ну, во-первых, обогрев и все остальное. Чем он уникален и чем он идеален для путешествия? Во-первых, разворачиваются сидения, что немаловажно. Вот это место превращается в столик, да, можно сидеть. А в ночное время столик складывается, вот этот потолок полностью опускается, и у вас получается огромная вторая кровать, еще с видом на звезды и на небо. То есть одна кровать в корме, так называемой, в конце автодома, как ее называют, кинг-сайд, королевское место, да? Под этой кроватью там находятся места для нашей поклажи, которая расположена с той стороны, можно было бы разложить. И, соответственно, вот эта кровать тоже опускается, и здесь еще одно место. Ты меня убедил. Я действительно думала, что есть такие автодома, которые не утеплены, в которых нету соответствующих каких-то разных приспособлений для путешествия на север, в снег. Ну, раз все так современно, то теперь можно выбирать практически любые модели, да, которые по цене и по оснащенности более подходят людям, да? Единственное, что почти все нужно дооборудовать, конечно, сигнализацией, замками и так далее. Ну, это да, да, это мы нас слышали уже от тех людей, которые путешествовали. Ножками вот этими дополнительными. Это, кстати, очень большое место, тут, наверное, и мотоцикл можно затолкать, если захочешь. Но велосипеды в любом случае, конечно, поместятся. Поместятся и газовые баллоны, и лыжи, очень много мест, кстати, и розетки даже здесь есть. То есть вот это место, это как раз находится, сверху находится та королевская кровать, которую мы только что вот сейчас смотрели. Вот эти вот модели, конечно, тоже идеальны в качестве эксплуатации по дорогам общественным. Обычный стандартный размер фурганеты, но на самом деле это автодом. Ну и сверху можно открыть палатку для размещения дополнительных спальных мест. Есть, конечно, и вот такие, не знаю, как лайнеры, наверное, да, прицеп, но мне кажется, они крайне неудобные. И в путешествии, и в размещении в кемпингах, и перемещаясь по испанским дорожкам. Сейчас, кстати, посмотрю, какая его длина. Мне кажется, тут в повороты просто не будешь вписываться, будешь ехать как на фуре. Это рассчитан на 8 мест, но длина его 9,6 метров. Это фура, самый настоящий. Прицеп 9,6 метров на 8 человек. Квартира стоит 55,375. Татьяна, еще раз сейчас за кадром повторила. Прицеп говорит, я не хотела, а я бы хотел прицеп. Ну, чтобы был вот такой вот, да. Вот такой вот, да. Вот это было круто бы. Али, а 50-й или 60-й? Такой абсолютно новый, да, в 50-50-х стилях. Ну, такой стильный, да, такой стильненький прицеп. Современная подвеска. Все есть, как Татьяна говорит. Все есть, ничего нет. Ничего лишнего. Для чего вот эти ручки? Не, ну, может быть перемещать, действительно, я так думаю. Подтаскивать, держать, двигать его. Да, перемещать, может быть, подтащить. Ну, понятно. Чтобы не хвататься, не искать места, наверное, за корпусом. Вообще, очень интересный и красивый такой вещь. Ну, давай заглянем внутрь. И все, главное, сделаны современные, современные материалы. Ну, кстати, на выставке минус 1000 евро сейчас дают. Ценник 38-400, можно, конечно, купить. Он там лайнер побольше. Аксессуары какие-то, видимо, на 1000 евро дают. Вот это и скидка. Ну, а по комфорту в стиле 50-60-х. Маленький столик, маленький туалетик. Я, наверное, беру свои слова обратно. Тебе не кажется? И маленькая кроватка. Беру свои слова обратно. С виду красивый, но места, конечно, очень мало. Цена не соответствует ожиданиям. Не соответствует, да. Когда я обходила с той стороны, я думала, что здесь будет что-то такое вау-вау. Но на 39 тысяч, даже если учитывая, что они 1000 скинут, это очень дорого для такого оснащения. Качество может быть хорошее. Просто оснащения, наверное, недостаточно. Это, видимо, такой же, только в сереньком цвете. Ну, идея, конечно, интересная для тех, кто любит такой эксклюзив и старинный. Но он не очень удобный, мне кажется. Тут 1500 скидка. Специальная цена вот этой выставки. И подарок, аксессуар, еще на 1000 евро. 39,415. То есть красный даже дешевле. Ну, изначальная цена, дорогие друзья, на этот вот прицеп 40915. Потому что они сделали скидку, поэтому он стоит 39,415. Ну, завышено, на мой взгляд. Вот, честно. Сколько здесь людей влезет? Два человека? Для двоих даже гостей не позвать. Вот посидеть. Плаза с Декама 3. Ну, посмотри, вот тут даже гостей ты не позовешь посидеть. И вес 1300, то есть все равно нужны права на управление лицетом. Не вариант. Не вариант. Снова мы подходим к автодому. Вот, пожалуйста, на этот автодом скидка почти 7000 евро. Ну, я хочу тебе сказать, Алексей, что это маркетинговый ход. Вначале повысить цену, потом на выставке снизить на нее. Вот, именно на эту маржу, на которую была повышена цена. Плюс еще подарки предлагать. Это вам, рекламщикам, лучшее место. Такая реклама, такой маркетинговый ход. Умный маркетинг. Цена 92, а так 95. Кстати, друзья, и очень часто на выставках попадаются именно строители домов. Это тоже тема очень развивается в Испании. Очень многие создают свои кемпинги. И мы часто видим представителей таких компаний, которые там в виде контейнерного типа привозят быстро возводимые здания, которые можно организовать в кемпинг, которые можно установить себе на участок, на финку и так далее. Часто встретишь, в основном в Америке распространено вот эти вот кемперы, которые ставятся на пикап. Ну, тоже здесь мы видим. Ну, не знаю, такого для акробата, наверное, скорее всего, забираться. Хотя домик такой, скворечник. Только я загляну туда, мне просто интересно. 26 960, аферта, оборудование. О, у меня уже начинается, это морская болезнь. Морская болезнь покачивает. А для этого сделаны упоры, которые вот как раз размещены с двух сторон у кемпера, чтобы он в момент стоянки не раскачивался. Ну, как обычно, зона палаток. Палатки тоже развиваются, очень многие ставят. Ну, если вы купили палатку, переночевали пару-тройку раз, вы дальше захотите большего, это будет прицеп, а дальше кемпер. Ну, и, конечно, вот эти мелкие прицепы в виде капли, как их называют. Капля сделала побольше. Ну, это тоже такой переходный стиль от караванинга, от палатки к каравану. Видишь, что-то, черепашка. Просто спальная леска, кухонка. Вынесена на улицу, вынесена на улицу кухонка. То есть, так раскладываешься. Ну, неудобно для сильного ветра или холодов. Да, вот сколько раз мы попадали, что ветер дует. Смотри, я как женщина, скажу, можно. Для кемпинга, вот остановиться в кемпинге, когда тепло, лето и нормальная хорошая погода, может быть и ничего. Если вдвоем кто-то путешествует, без детей, кухня здесь. Ну, опять-таки, если сильный ветер, мне кажется, это неудобно. Будет надувать. Ну, так вот, может быть, для какого-то небольшого путешествия, на небольшое расстояние. Просто вот для тех, у кого, скажем так, нет дачи, устроить себе маленькую дачу. Вот, на мой взгляд. Потому что то, что зеркальце сделано здесь, значит, вот зубы чистить или что тут, умываться. Ну, это не очень макияж тоже. Ну, так себе. Ну, вот это 26,990. Типа каплю, только побольше сделали. Это можно лечь, душевая, можно готовить. То есть, приличный вариант такой. Ну, за 26 тысяч подорожали прицепами. Достаточно. Для невысокого человека нормально. Ну, вот, метрам 85, ноги подожмутся, мне кажется... Ну, их можно вытянуть туда, в раковину. Ну, зато вот, любимый муж или мужчина может принести утром чашечку кофе. Или там, женщина может своему любимому мужчине принести. Это... Да, мы в Испании надо... Кружечку, кружечку теплого молока на ночь. Кружечку пива. Вот. Нет, так, в принципе, романтическое путешествие. Можно молодежь может в свадебное путешествие так отправиться. Отдохнуть парочкой. Без детей, без собак, без кошек, мышек. Может быть, удобный вариант путешествия. Осталось посмотреть цену. А цена этого удовольствия 23,950. Начиналось, она, по-моему, с 12 тысяч. Ну, дороговато. Ну, что мы идем с Алексеем рассуждаем. В этом году выставка, конечно, не очень. Мне кажется, представлена здесь. Ну, так не сильно много. Ничего нас не удивляет пока. И цена, конечно, выросла. Вот то, что мы были там, сколько? Пять лет назад, три года назад, уже год назад. Теперь вот эти маленькие прицепы 23 тысячи. В прошлом году меня удивляло, когда они были сколько? 12 или 15? Нет, 16 их подняли. 16. Представителей этого нет, который вот за 16 выставлял. Но зато здесь есть такие же крошечные, допустим, еще меньше. За 23. При том, что кухня вынесена на улицу, а за 16 в прошлом году мы видели производителей из Валенсии, у них кухня внутри. То есть, везде есть свои плюсы и минусы, цены меняются, цены растут вот на этот вид транспорта, для путешествий. Ну, считается, что путешествие, это может быть роскошь для кого-то. И это вот все автодома, это роскошь. Многие местные очень интересуются, вот то, что дается рассрочка или оферта, они их это очень интересует, они расспрашивают. Кстати, мы заметили и подслушивали немножко, ну, просто слышали, сейчас опять напишут подслушивать, нехорошо. Слышали, что многие местные испанцы интересуются именно солнечными панелями, установленными или как можно инсталлировать в дальнейшем солнечные панели на автодом. И то, что мы увидели на выставке, чтобы оборудовать караван с солнечной панелью мощностью, по-моему, 200 ватт, они предлагают стоимость 900 евро. Так что вот имейте в виду, когда вы спрашиваете, это дорого или недорого, то есть все это настолько, не то, что несоизмеримо, а для каждого вида, для каждого комфорта есть своя цена. Ну и, конечно, все, что связано с сапсерфингом, развивается ежегодно. И вот в этом году я впервые увидел, появились такие вот морские велосипеды. Ну, в принципе, ничего нового, когда-то мы, как говорится, на Комсомольских озерах в своих городах плавали вот на таких же велосипедах. Ну, а теперь это все сделано на таких вот местобаллонах, такие доски сапа, только специально предназначенные для именно водных велосипедов. Ну и, кстати, на выставке можно найти производителей вот таких вот навесов или тентов. Они не только для кемперов, могут быть полезны для тех, кто собирается открыть свою кафешку или сделать какие-то там, может быть, в своем офисе или на своей даче. Какие-то навесы. Ну, тоже, пожалуйста, записывайте контакты. Ну, кстати, друзья, если у вас легковой автомобиль, думайте, из него нельзя превратить маленький легковой в автодом легко. Пожалуйста, есть компания, которая предлагает изготовить кровать для вашего маленького автомобильчика. Ну, учитывая микролитражку. Ну, и вот как-то так. Ну, сам факт, что есть. Разные способы. Ну, один человек реально. Три-два худеньких маленьких. Нам, кстати, предложили апельсины из своего дома. This is two house, yeah? Yes, from my house. Вау. Сейчас возьмем, попробовать. Мучайся, спасибо. Ну, что, дорогие друзья, вот видите, есть такие стартапы, насколько я понимаю. То есть, вроде конструкции простые. Вот девушка, которая на фотографии, она нас угостила своими апельсинами. И вроде конструкции простые, но ими тоже интересуются. Вот цены, видите, на вот эту вот кровать для... Ну, до оборудования машины. Для машины, да, про то, что мы только что вам показали. И путешествовать можно в своем автомобиле всегда. Ну, и традиционно на выставке вы можете найти информацию по всем кемпингам всей Испании. А может быть не только... Ну, и, конечно, все, что нужно в кемпинге. И, в принципе, недорого. Стиральные машины. Что, друзья, посетили мы очередную выставку. В принципе, можем констатировать, что выставка, ну, раза в два меньше, чем в прошлые годы. Не знаю, почему это. Может быть, как говорится, спрос рождает предложение. Если все загружено и никому не нужно себя рекламировать, и так, может быть, поэтому. Ну, во всяком случае, в этом году было меньше предложений интересных. Ну, и вообще, как бы, поменьше экспозиций. Это город Аликанты, еще раз скажу. Выставочный такой комплекс. Проходит выставка три дня. Соответственно, это 2024 год, февраль. Вот, дорогие друзья, ролик выйдет. Кто-то может еще успеет. Если нет, ловите такие выставки в других регионах. Либо на следующий год в Аликанты. Раз в год проходит такая выставка именно вот в Аликанты. Как прежде, увидимся вновь в следующих наших роликах, обзорах или интервью. Как обычно. Да, добра и позитива. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok